Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 20, стихи с 9 по 18. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь притчу сию, человек некий, насади виноград и вдаде его делателем, и отыдено лето много, и во время посла к делателям раба, да от плода винограда дадут ему. Делатели же, бившие его, послашат чья, и приложи послать и другаго раба, они же и того бившие и досадившие ему послашат чья, и приложи послать и третьего, они же и того уязвлюши изгнаша. Речи же, господин винограда, что сотворю, послю сына моего возлюбленного, и да како его видевши усрамятся, видевши же его делателемышляху в себе глаголюще, сей есть наследник, приидите, убием его, да наше будет достояние, и извеши его вон из винограда убиша, что уба сотворит им господин винограда, приидет и погубит делателесия, и вдаст виноград и нем. Слышавши же рекоша, да не будет, он же возрев на них рече, что уба писаная сие, камень его же не бригоша зиждущий, сей бысь во главу угла, всяк поды на камень и том сокрушится, а на нем же падет, стриет его. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника, но виноградаре, побив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря, Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше. И, выведя его вон из виноградника, Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградаре тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали, Да не будет. Но он, взглянув на них, сказал, Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Господь наш Иисус Христос не раз говорил с иудеями, притчами, содержавшими образы, которые составляли неотъемлемую часть иудейского мышления и творчества. Рассказанная в этот раз история вполне могла произвести в Палестину в эпоху Спасителя. Некоторый человек, под которым подразумевается Господь Бог, насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. Под виноградарями понимаются иудейские народные начальники и по преимуществу первосвященники и члены Синдриона. Господь дал им всю полноту власти над еврейским народом, с тем, чтобы они потом представили ему плоды своего управления, показали бы, что они воспитали народ в духе закона Божия. Через некоторое время хозяин отправил к ним своих рабов, то есть пророков. Но злые виноградаря побивали всех рабов. Так поступали с пророками иудейские начальники. Они управляли народом, не заботясь о его духовном совершенствовании, а преследуя только свои интересы и потому жестко избивали пророков Божьих, напоминавших им об их обязанностях. Наконец, хозяин виноградника решил, «Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Таким образом, последним чрезвычайным посланником Божьим к иудейскому народу был сам единородный Сын Божий, Иисус Христос. Первосвященники и старейшины иудейские, чтобы не лишиться своей власти над еврейским народом, рассуждали меж собой. «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». Святитель Феофан Затворник отмечает, «Притча о винограднике изображает ветхозаветную церковь. Делать ли это тогдашняя ее иерархия? А так как она не соответствовала своему назначению, то совершился приговор над нею. Взять у нее виноградник и отдать другим. Эти другие были сначала святые апостолы, потом их преемники, архиереи со всем священством. Виноградник Божий один от начала мира, и назначение делателей его одно было, есть и будет до скончания века. Приносить господину винограда «плод спасенной души». В заключении притчи Христос называет себя камнем, который отвергли строители, то есть вожди иудейского народа, но который сделался главой угла, стал краеугольным камнем величественного здания новозаветной церкви. Какие же выводы, прочитав эту притчу, мы должны сделать сегодня? В притче говорится, что виноградник был снабжен всем необходимым для легкой и эффективной работы. И в этом мы видим величайшую щедрость Божию в жизни и в мире, который он дал людям. Сказано в ней и о доверии Бога. Хозяин удалился и предоставил виноградарям самим вести дело. Бог доверяет нам настолько, что предоставляет свободу строить нашу жизнь по своему усмотрению. Также в притче показано долготерпение Божие. Хозяин неоднократно давал виноградарям возможность заплатить свой долг. Он проявил к ним терпение, которое они едва ли заслужили. Говорится в ней и о конечном торжестве правосудия Божия. Люди, может быть, пользуются терпением Бога, но в конце концов восторжествует правосудие и справедливость. Так Господь раскрывает нам, с вами, дорогие братья и сестры, мудрость своего управления миром. Не посрамим же нашу свободу, доверие Божие, терпение и любовь Его каждому из нас. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь!